Друзья, сегодня снимаю видеоролик про опыление, даже не про опыление, даже виноград монарх у меня еще не цвел. Был сильный ветер, вот обратите внимание, вот виноград сорта монарх. Три года он у меня плодоносил, давал очень хороший урожай. Вот в этом году, посмотрите, все пооблетало. Сильный ураганный ветер, причем долгое время был, вот так вот все пооблетало. Он даже не успел еще зацвести, вот некоторые гроздочки еще, что-то как-то осталось. Вот, а часть практически вот такие вот стоят бодылки, буду их вырезать, потому что толку с них нету. Часть побегов буду убирать, уничтожать, то есть оставлю только некоторые побеги, которые пойдут на следующий год, и побеги, которые пойдут на, на которых возможно будет хотя бы немножко урожая. Я их оставлю, остальные сейчас буду просто делать выломку, сейчас столько побегов бессмысленно. Вот, куча другого винограда, вообще без проблем, вот смотрите, оригинал, вот смотрите, какие грозди. Все, цвет, уже сейчас цвету, вообще проблем нету. Вот, посмотрите, виноград другой, вот этот, кишмиш 342, вообще без проблем. То есть, и кишмиш лучистый, сейчас покажу вам грозди, тоже, вот, кишмиш лучистый, вот такие вот грозди, вот, огромные грозди, тоже, в принципе, без проблем. Куча другого винограда тоже, вот, и кишмиш столетия, и различный другой виноград, вот, столетия. Обратите внимание, хоть бы что, ветром вообще не поразился. А вот именно монарх, практически все кусты, мне тоже рассказывали люди, которые имеют этот сорт монарх, точнее гибридную форму, говорят, у нас весь он осыпается. Причем, у многих осыпался именно во время цветения, у меня он осыпался до цветения. Он даже не успел зацвести, вот, обратите внимание, цветки даже у меня, сейчас покажу, цветки даже не открылись. И гроздь уже вот такая голая, вот такие вот голые грозди. Не знаю, с чем это связано, только именно на винограде монарх. Три года давал урожай супер, просто огромные ягоды. Грозди, правда, небольшие, но ягоды, за счет ягод, за счет вкуса, конечно, у меня три куста этого, этой гибридной формы растет. Ну вот, не знаю, что сейчас мне делать, сейчас буду вырезать. Поэтому, друзья, никогда не торопитесь, навязалось у вас три грозди. Пускай сначала отсветет, завяжутся ягоды, хотя бы на стадии гороха, а потом будете вырезать лишние грозди. Я вот повырезал, вот видите, да, часть вот гроздей, решил оставить вот эти нижние грозди. Вот, посмотрите, абсолютно голый, все буду вырезать, вот так толку с него нет. Сейчас часть побегов удалю. Это вот именно виноград монарх в этом году себя так повел. Весь другой виноград, проблем вообще с ним нет. Вон, пожалуйста, виноград там цветет, какая-то винная форма, вот анюта, ерма. В принципе, вот сколько я прошел по винограднику, весь виноград, и низина, и мерло, и этот самый мускодружба, прекрасно все себя чувствуют. А вот именно почему-то монарх, как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Только не пишите, что он не опылился, потому что рядом не было опылителей и так далее. Все это бред на самом деле. Три года он опылялся прекрасно, здесь куча другого винограда рядом растет. То есть у меня не так, что ряд идет монарх, у меня рядом с монархом анюта растет, прям рядышком растет рашфор, то есть никаких проблем нету. Там в других местах монарх растет, тоже рядом есть с кишмишами растет и так далее. То есть это не опыление, это именно вот ветер был и почему-то позбивал все. Рядом вот другие кусты анюта, вот рядом, пожалуйста, рашфор, вот, цветет, проблем нет. Продолжение следует...